Радиоволны нашли широкое применение в нашей жизни. При помощи радиоволн можно передавать различную информацию, звук, изображение, на расстояние. Однако звуковые колебания имеют сравнительно низкие частоты. Электромагнитные колебания, имеющие такие же частоты, как и звуковые, практически невозможно передать на расстояние. Поэтому для передачи звука амплитуду высокочастотных колебаний изменяют или, иначе говоря, модулируют со звуковой частотой. Так как в процессе модуляции изменяются информационные параметры несущего колебания, то название вида модуляции зависит от изменяемого параметра этого колебания. Виды аналоговой модуляции. Амплитудная модуляция. Применяется в системах телевизионного радиовещания, звукового радиовещания и радиосвязи на длинных и средних волнах, в системе трехпрограммного проводного вещания. Частотная модуляция. Применяется в системах телевизионного вещания, в системах спутникового теле- и радиовещания, в системах высококачественного стереофонического вещания, сотовой телефонной связи. Простейшая модуляция радиоволн использовалась в первых радиотелеграфах, для чего применялась азбука Морзе. Азбука Морзе – способ знакового кодирования, представления букв алфавита, цифр, знаков припинания и других символов последовательностью сигналов – длинных, и коротких точек. Морзянка – самый доступный и простой способ связи. Принимать сигнал можно на дальних расстояниях и в условиях сильных радиопомех. Кодировать послание можно вручную, а запись и воспроизведение происходят с помощью простейших устройств. Если полосы сигналов двух передатчиков перекрываются, то волны этих передатчиков интерферируют. Интерференция приводит к возникновению помех при приеме. Такие помехи можно наблюдать при настройке радиоприемника на радиостанцию в метровом диапазоне волн. Чтобы передаваемая информация не искажалась, полосы, занимаемые радиостанциями, не должны перекрываться. Еще одной областью использования радиоволн является радиолокация, которая позволяет обнаружить и определить местоположение различных объектов. Передающее устройство радиолокатора посылает в сторону объекта радиоимпульс, а приемное устройство радиолокатора принимает отраженный от наблюдаемого объекта импульс. Время между передачей и приемом радиоимпульса пересчитывается в расстояние. В повседневной жизни мы часто встречаемся с радарами для измерения скоростей движущихся автомобилей. Благодаря радиоволнам у человечества появилась возможность передавать данные на огромные расстояния. При этом не нужно тянуть никаких кабелей. Не будь радиоволн, ни один человек никогда бы не узнал, что такое телевидение и радио. Именно они несут сигналы различных частот, которые затем воспринимаются антеннами и спутниковыми тарелками. Оборонная промышленность очень сильно зависит от радиоволн. Они позволяют настраивать связь на огромных расстояниях, а также используются для наведения на цель.